Субтитры делал DimaTorzok Да, там будет переигровка, но и по праву там, и стыдно за то, что я, как бы, чуть-чуть есть радость, то что, ну, все мы эгоисты в какой-то степени, правильно, должен был проиграть, есть шанс выиграть, поэтому и стыдно то, что есть немного радости, то что будет возможность выиграть, когда я мог проиграть. И об этом я думал всю ночь, мне кажется, я под маской покраснел, у меня так пробрала дрожь, что вы видели, как я спал под маской, видели мое лицо под маской? Молодец! Я даже не знаю, как это назвать. Не знаю, больше ничем ночью не думал, откровенно скажу, только то, что мне стыдно. Можете выставить, я поговорю, не бою ли говорить. У вас вред? Господин Боровик, ваше мнение. Я очень хорошо отношусь к артисту, ну, в принципе, но то, что он сейчас говорил, ты не ночью не думал, не днем, не думал. Ну, есть такое на ютюбе видео, знаешь, две детей, девочек спрашивают, подарок важный, внимание, это все известный такой, у тебя не речь, у тебя набор каких-то междометий была. Я не понял, какую мысль ты хотел донести, то, что тебе стыдно, я реально, ну, понимаю, возможно, я не был в вашей предыдущей игре. Я свою речь готовил от другой позиции, я готовил от того, что людям харизматичным играть в игру «Мафию» легче. Даже легче, чем умным, допустим, да, вот, но, поэтому артист может быть любого цвета, но... Но не умным, да? Братан, ну ты, опять же, не туда, ну, все никак не то. У меня забитие дрожи, я не даю цвет красным игроку номер один, он, возможно, будет красным, и ты определиться дальнейшим по отношению ко мне, там, к нему. Ты хочешь поговорить? Ты уверен? Вы хотите поговорить? Вам, наконец, есть что сказать? И вас время. Обещай подумать. Спасибо. Спасибо, обращайте просто внимание на замечание ведущего. Игрок номер три, минут. У меня, наконец, красная карта, мы спокойно, легко, выставляем номер восемь. Принят. Неадекватная вообще. В целом. Ну, я всегда так. Вот, попрошу ведущего напомнить мне потом, чтобы я рассказал, что мне снилось. Потому что иначе я начну рассказывать, это будет еще хуже, чем игрок номер один. Поэтому, так, ну, короче, единицы цвет никакой нельзя дать, потому что он, там, краснел, потел, и к игре никакого отношения не имело. Двойка, в принципе, сказала адекватно, с юмором, скорее ближе по красному. Но при этом, зная, как он играет, он может быть, и красный, и черный. Спасибо. Спасибо и вам. Линка, в минуту. Доброе утро, город. Я Линка, красный игрок. Выставляю игрок номер три. Принят. Он ничего не напоминает. И в прошлой игре игрок номер три. Я вообще не выставляю игрока номер три. Один-три не играю, второй вообще зашло, я не знаю, вообще отлично. Третий. И говорит, я в этой игре красный. А в прошлой игре он был черным, выставил меня красным. И мы реально пролетели. Он то же самое выставляет, я не знаю, игрока номер восемь, но по смеху мне восьмой ближе красный. Нормально реагирует на шутки. Зачем вот это начинать с самой нулёвки? Не понимаю. Игрок номер один. А вот, ну, я не знаю, кто-то может знать, мне первые два секунда напомнило кличка. Вот реально. Ну, был момент. Вот там было. Вот напомнило кличка. Ну, нашего мэра. Так вот. Один-три не играю, два считаю красным. Спасибо. Спасибо. Игрок номер пять, ну, у нас какие-то личные претензии к кличку. Что-то с первым. Это опасно. Пол, второй хоккей. Я даже не услышал, что вы сказали. Я думаю, я не сильно огорчусь игрок, если номер три, если вы красный, мы его сейчас потеряем. Выставляю еще раз третьего игрока. А вы не сыграли с первым? Серьезно, просто потому что, типа, не совсем понимали его речь, да? Я не знаю, просто до вашей речи я вас больше красным считаю, но до вашей речи я хотел сыграть, допустим, один-два. Короче, я могу сыграть, допустим, два-четыре, сказать, что первого черным не считаю, а могу сыграть один-два, сказать, что четвертого черным не считаю. Но я считаю, от этого никак, по сути, все не поменяется. Ну вот третье мне не нравится. Вот считаю, что между один-два-три и один-два-четыре немного мафии точно, даже блоги. И, кстати, было как бы две шутки, которыми полстала смеялась, а девятый не смеялся, не надо. Спасибо, Иван. Мэри Минол. Это вы плохо поговорили. Что-то такое странное, говорили. Пускали, потом все, вот, считай, там, два-четыре красных, там, с первого тоже, кто-либо сыграет все. Так скажите, в смысле, а что вы ему солите в полречи об этом? Это как-то странно. И, блин, у вас какая-то еще такая фраза была, которая не понравилась, но у меня вылетелось бы. Уже, ладно, неважно. Я думаю, что второй пока больше красный. Да, пока что больше красный. Думаю, что четвертый именно как-то вы очень агрессивный. Я подумала, что третий не такой уж прям суперчерный, я просто не знаю, в чем. Я поняла, что у вас какие-то более там была какая-то игра, все дела, и из этого так меня сагрессировали. Но я подумала, что вы больше красный, но за то, как какая у вас была агрессивая. Мне кажется, это было очень искренне, и вы реально разозлились на него, что он вот так вот сделал. Поэтому пока поиграет два-четыре. Пятый мне не понравился, мне кажется, вы нервничали. Там немножко как-то запинались. Мне так показалось. Первый я просто только не знаю. Попа играть два-четыре, это будет мне уверенец. Да, все, спасибо. Спасибо и вам. Господин Райф, ну лучше. Ну, откровенно, пока что-то сложно разобраться. Но я могу сказать, что я первого черным не считаю, второго тоже черным не считаю, четвертого не помню, за что первый просил. За то, что он вас набрал черным игроком, да? Дальше что он может перевернуться? Мне пока больше всего не понравился речь шестого игрока, я не знаю, что с этим делать. То есть она играет два-четыре, какой нужно вывод сделать из этого? Есть ли ее черным между два-четыре, есть ли ее черным между один-три-пять, вообще непонятно. Так. Если кто-то считает, что он выставил восьмого игрока, значит, надо делать вывод, значит, восьмую игру красим. Ну, я откровенно скажу, я подозреваю, что между девять и десять точно есть черный игрок. Ну, хорошо, между восемь и девять и десять, где восьмого, считаю, пока покрышу. И все похлопали, да? Браво! Вы справились с домашним заданием. Выставляем, наверное, шесть. Выставляем, кем-то трогать на номер шесть. Придет. Да и шесть покажем. Зачем восьмого разговаривать? А, первый? Поговоришь шестой. Все. А хоккеисту идет перед девятерых, как человек, который выставил восьмого игрока. А я, Ширик, проверю между девять и десять. Пять секунд. Так, я думаю, вам обязательно нужно поговорить. Это очень интересно будет. Я надеюсь, что она будет другого плана, другого плана будет речь. Знольчем. Вы толкали игрока, она будет, да? Ну, он же не упал. Значит, я думаю, что второй скорее красный игрок. Четвертый скорее красный игрок. Между шесть семь есть маф. И думаю, что между один-три-пять еще один маф. Где мне не нравится третий больше всего. Это не было адекватно, логическими. Я только из-за игрока номер семь, уменьши подозревая первая игрока. С каких соображений красный игрок будет выставлять на другого? Вы меня подозревали? А их нужно анализировать? Не понимаю. Значит, первый поговорит. Вы объясните, почему подозреваете четвертую игрока? Просто у меня подозрение, что этому нет. У меня показался, он говорил, легко. Я могу ошибаться в четвертом игроке. Тогда вопрос, ну, то есть, кто там маф. Второй? Скорее красный. Четвертый. Скорее красный. Между шесть и семь. Пока без акцентов. Ну, то есть, не определился. То есть, вы говорите, что игрок красный, девять, девять, там есть маф. Игрок номер девять? Ну, восьмой сначала начал речь, ну, как не надо, в ходе речи он сказал, что по седьмому игроку может сыграть с третьим игроком, значит, седьмого назвал, нет, девятнадцать. А, на первом говорю. Ладно, я на самом деле аргументы по восьмому подбираю, думаю, что восьмой просто черный. Просто реально, когда нет аргументов, нужно их выдумать. Я думаю, что один, три, шесть, мне кажется, скорее игрок номер семь игрок красный. Не вижу смысла седьмого, только от шестого игрока. Второй мог так поговорить с черным игроком. Он поговорил лучше, чем игрок номер один. С ним все сыграли, я могу на этот курс сказать один, два, три, шесть, семь. Я подозреваю, что среди четыре, пять, восемь, десять очень много черных игроков. Шестая, шестой не играет, вы не играете. Сыграй с пятым. Я с пятым? Может, шутки плохие были? Девятый не смеется, подозрительно. Какую шутку, какая смешная шутка была, реально? А, я не улыбался, потому что ты поешь шутки. В бре, себя. С первой полу, Линкен был, хоккей с два пола. Обезка, ну... С поля игрока по номерам один. Один шесть мы будем ставить. Хотел поговорить с кем? С восемь. Один восемь. Слушайте, давайте все. Я не буду с крючком разговаривать. Один восемь мы будем пилить, восьмого еще не уже. Восьмого выставил еще третий игрок. Успокоились. Один по пять голосуют за восемь, остальные голосуют в первой игрока. Все, никто ломать не будет. Все хорошо. Я просто, я пятого сильно черным не посчитала. Он такие аргументы приводит, может быть он ошибается в вашем цвете, я не понимаю, почему вы играете против пятого игрока. Я думаю, что третий игрок, если красный, вы дали отличную почву, четвертому игроку черному поговорить прекрасно, и к этому все присоединились, потому что пятый хочет, чтобы вы были черным игроком, и там, выиграть у вас. Думаю, второй красный, с ним все играют. Ну, типа, два-пять. Я не знаю, как речь седьмого расценивать. Почему между девять и десять точно еще? Подсказываю. И у вас в ре-мя-р-ф-фол. Мы переходим в суд. Выставлены на следующей кандидатуре. 8-3-6-1. Две секунды на голосование. 8-3-6-1. Кто за то, чтобы игровой стол такинал игрок под номером 8? Спасибо. Пять голосов. Кто за то, чтобы игровой стол такинал игрок под номером 3? Спасибо. Нет голосов. Кто за то, чтобы игровой стол такинал игрок под номером 6? Спасибо. Нет голосов. Пять голосов игрок под номером 1. Игрок номер 8. Представь. Значит, игрок номер 1. Если вы игрок красный, я это не понял вообще ни капли. Потому что в вашей речи для меня не было ничего. Вы ночью ни о чем не думали. Почему? Не понятно, вы ничего не думали. Вы захотели поговорить со мной, почему? Вопрос. На каком основании? Девятый красный? У вас. У вас... Понимаю тогда, игрок номер 10 у вас красный тоже. Или как? Красный. 9-10, два красных игрока, я восьмой. Ни шута. Мя. Игрок номер. Все. Я сделал вид, что я слышал. Игрок номер 1. В чем проблема, даже если я красный, я ошибаюсь. Это мое мнение. Я подозреваю вас. Подозреваю, что игрок номер 9. Я показал больше игрок номер 9 краснее, чем игрок под номером 8. Мне нужна проверка, допустим, в АК под номером 8 понять, какой вы цвет. Если вы красный, я сыграю в суком под номер 4. Мне 4 по эмоциям не понравился. Я посмотрел на него, как он это говорил, как он это преподносил. А игрок номер 3, даже в нашей с вами игре, там, где мы были черными, он красным выставил десятого. Котяру. И то же самое делал игрок под номер 8. Но вы этого не помните. Игрок номер 3 в каждой игре выставляет. Мя. За излишний на самом деле фон я также могу ставить предупредение. 5. Голосовка была за одного игрока, опять за другого. Переголосовка. Игрок номер 8, игрок номер 1 на голосовании. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок под номером 8? Спасибо. Кто за то, чтобы оба игрока покинул игровой стол? Спасибо. Выродина. Утро было недобре. Мафия смело попала в игрока под номером 7. Господин Райф, ваше имя. Я шериф. У меня черная проверка. Будет скрываться? Будете. Чертый проверенный черный. Мне скрылся восьмой. И скрылся мпочерк. Значит, уходит номер 4. Первый, я считаю красный. Ну, шерифу мне найти мою ногу, когда у тебя глаза открыты. Мне кажется, что это очень большая проблема. Ну, значит, мне скрылся восьмой с проверкой 10 черный. Ну, 10-го, четвертый, правильно черный. Запускаете баланс. Примите тройку черных. Значит, надо будет принять такую веру. Я шестого точно оставлю. И давайте тогда оставлю. Да. Ну, пс. Пас 50-го, считайте, шериф. Десять секунд. И тройка черных. У меня нет смысла не скрываться, когда я стреляюсь, говорю, что шериф. Давайте 4, попробуй. 4, 6, 8, пас. Попробуем аплодисменты для игроков, а номером 7. Откроет этот круг господин Боровик, ваше милость. Господин Артист, хочу попытаться подразделить ваше личное предыдущий круг. И очень важно, это от цветов игроков 8-9. Если вы посчитали 9-го красным, тогда 8-й гипотетически черный. 5-й гипотетически черный, который сатаковал до речи 9-го и предъявил там претензию, от которой 9-й должен был возмущаться. 3-й, при этом красный, который выставил 8-го игрока, которого вы считаете черным. 7-й сказал, что мы игроками 9-1 черный. Там все такой ситуации нет. Он тоже должен был быть черным, но его нет за столом. В итоге между 8-10 только один черный игрок. Четвертого уже дали проведен черным. Но против пятого все равно должны сейчас играть. Ну, то есть, ваша черная команда, это игроки 5, 8, либо не игрок номер 6. То есть, либо игрок номер 6. Это его команда от предыдущей речи. Сейчас у вас информация больше. Поэтому у вас, ну, сейчас будет такая очень сложная выбор дилеммы. Выставляйте культуры к номер 5. Вы все равно будем рисовать, будет баланс. Но мне не устраивает вашу позицию. Спасибо. Пол Боровик заслал просто снова время. Второй. Герпион фикист. Ваши баланс. Свои балансы в 4. Несмотря на то, какой у вас цвет, вы сейчас уходите. Мы же в мафию пришли выигрывать красными, а не обижаться за предыдущую игру. И вы прекрасно знаете, как я выставляю. Вот, посмотрел, сидит 10 девушка, 9 в костюме, в галстуке, мало людей там, security придет, выставил 8. Может быть, попал. Видите, он даже засмеялся на шутку. Значит, она не тупая. Короче. Короче, 4 уходит. Несмотря на его несвязанные речи, вроде бы он нормально. Мне так кажется, он с 8 захотел встать баланс. Хорошо. Соответственно, для меня 1 скорее по-красному. Согласен, к пятерке есть вопросы. И к шестерке. Но сейчас 4. Видите, восьмерка, вам даже РФ не поверил. Вот, не зашло. 10 всех. Спасибо. Спасибо вам. Ленка, лимина. Выставляю игрока номер 10. А что, РФ сказал, что 8 точно не шериф? Нет, он этого не сделал. А вы забыли, что РФ показывал десятку на проверку? Не было такого. То есть, это РФ так и решил пофаниться. И группной 3. А вы забыли, какая реакция у игрока номер 8 была, когда вы его выстроили? То есть, он такой сидит шериф, и это нормально? Как вы думаете? Я бы сразу, я бы лично, я бы, я не знаю, я бы сразу посыпался. Вот, лично я, если меня так выстроили шерифом. Поэтому игрок номер 3, но я не знаю, какого вы цвета, не понимаю речи игрока номер 2. Я играю с игроком номер 2, считаю красным, десятый. У меня не было проверки. У меня не было проверки. Я не поговорил на черную. Вы даже сами объяснили, почему игрок номер 4 так сказал, сыграл против 1-3. Она вам это объясняла, почему я так сказал. Вот, я играю 8-2. Я не знаю, я рискну, вот я говорю, 3 не играю, но мне кажется, он просто показал, что 4 считает красным. Может красным. Игрок номер 5, ваш? Вы считаете 2-го черного? Ну, мне интересно, можете ответить? Пожалуйста, можете мне ответить, не считайте. Первый точно не с 8-ым, правильно? Я поиграл максимум с одним черным, сказал тут, может быть один черный игрок среди 1-2-4. Сказал я это? Сказал. Захотел сыграть 1-2-4. Какие претензии? Захотел. Ваша 10-ая, вы думаете, 10-ая шрифель, 10-ая говорит, это красный. Все, если вы красный, отстаньте. Понятно? Понятно. Оставляю игрокам номер 4. Теперь вы, господин Боровик, у вас есть черная проверка и 2 шерифа, вы не находите ничего, лучше выставить пятого. Вы сейчас будете голосовать пятого, четвертый будете сидеть, а будете голосовать пятого. Я стану в баланс со вторым, проиграем 3-3. Хорошо? Хорошо. Я считаю, это неадекватно. Я считаю, это неадекватно. Проголосуем через четвертого игрока. Я подозреваю... 5 секунд. Третьего все еще подозреваю. Второго не понимаю. Я не знаю, кто шериф. Вред? Да. Госпожа Мэри, мне знаю. Ну, я думаю, что 8-ой не шериф. Вы сыграли на прошлый игру с игроками 2-4, это была точно моя позиция, вы размазаны между 6-7. Я ничего не знаю. Вы сказали, между 6-7 есть черный игрок, не знаю, кто. Извините, моя позиция 2-4, ваша же, с которой вы сыграли с этими игроками. Вы мне говорите, что я не знаю, кто между 6-7. Может, просто вы знали, что с ним составляется некоторые акта жесткая игра? Ну, это лично мои мысли. Я подумал, что 10-ая красная. Поэтому, кстати, на прошлый круг, я еще не поняла, типа, вот, я сегодня показываю, что не проявит 10, а потом, что она красная. И я, типа, подумала, ну, когда застрелся 7-ой, уже сказался 10-ой, и потом, типа, сказался 8-ой, я уже передумала. Думала, что уже все, 8-ой это черный, 10-ой красный, 9-ой красный. Думаю, что это 4-5-8. У меня лично такая версия, мне 5-ой не нравится. 4-ой, я ошиблась в 4-ой, я получаюсь, ну, ничего страшного. Я думаю, 4-ой, 5-ой, спасибо. Спасибо и вам. Господин, у нас 22, это ваше мнение. Урок номер один. Если вы красный, 10-ая дает специально под вас проверку 4-ой игрока. Это была ваша просьба. 10-ая чё, попросил 7-ой проверить. Я проверил, а стучал ему сразу. Я буду проверять. Я понял, что подозреваете 6-ого игрока, я подозрюю 9-ого игрока. Я думаю, что, игрок номер 6. Вот я был шерифом, когда я был шерифом, вы находили меня правильно. Я не понял, 7-ой подозрел вас. Вы сыграли команде 2-4. Я не сильно там прям вас подозревал. Ну, может, вы черный игрок, я не знаю. Сейчас голосуется 4-ый игрок. Думаю, что первый скорее красный, потому что проверка была дана под него. Думаю, второй скорее красный. Будете проверять. Вы меня выставили на 0-ый игрок. Да я ваш шериф. Я буду сейчас проверять. Сейчас голосуется 4-ый игроком. Проверенный черный игрок. 10 секунд. Что я буду сейчас его видеть? Вы же не считаете 4-ый красным игроком, правильно? А мне нужно что? Мне нужно угадать среди оставшихся кто маф? И у вас вверх. В 9-ом же голосово. Мясо. Господин Франк, я выставил? Выставляю 4. Значит, послушайте, ребята, у нас есть завещание 7-ого игрока, правильно? А вы должны уважать. Сейчас уходит 4-ый игрок. 7-ой сказал, что 8-ой скрывался ему ночью, ногой, не мог попасть по ноге. Это было черное вскрытие. 8-ой игрок черный. Я думаю, что черный, скорее всего, игроки 4-5-8. Но если вы игрок номер 5 красный, то, конечно, вас проверят. Конечно, вас проверят. 10-ой думает, что вы игрок красный. Да, но ваша речь была. Третий игрок подозрительный. 9-ый игрок черный. У вас, ну, третий подозрительный и 9-ый подозрительный. Я подозрел на тот момент 4-5-8-10. То есть, мне казалось, что все остальные игроки красные. Но 7-ой сказал, что 6-ую подозревают. Поэтому мне кажется, что проверка скорее между 5-6. 6-ая говорит, что 8-ой игрок не шериф. Правильно? Ну, хорошо. Ну, мне кажется, что между 5-6 последний игрок черный. Это для вас. 10-й. Скорее 5-ую проверки. 8-ую, 6-ую должна быть игроком черным. Если вам проверить ее красным, тогда будем думать. Вы проверяете 6-ого игрока. Спасибо. Спасибо и вам, госпожа Беска. Я подумала, сама кого проверить. Так, ладно. В столе игрока под номером 4. Ну, я сказала на предыдущем. Я просто посчитала третьего не черным, а четвертого черным. Но просто третий там проснулся, выставил восьмого, ни с чего. И поэтому в столу было удобнее третьего считать черным и играть четвертым игроком. Я это озвучила, что вы идите, подаете ему повод окрасниться на этом фоне. И с ним все сыграли практически. Вот. Я просто, ну, я не хочу говорить, кого я считаю точно красными, кого между теми, но мне одного цвета красного не хватает. То есть, есть два игрока, которых я считаю точно красными. Одного я проверю, предположим, красным игроком. И, ну, останутся еще трое, всех троих снять нельзя. Либо надо черного найти. Десять секунд. Просто, ну, типа, про их, ты как-то поплыл на этой речи. Вы как-то почувствовали это? Потому что вы говорили первому, что у него черная команда, пять-восемь, и кто-то еще, а четвертого забыли. Ну, конечно, я просто думал, что спустят вторую речь второму такую. Второй не дал никакой связи. Он только говорил по моей команде. Вот, я просто, мне интересно услышать на следующий круг, от вас игрок 0-2, какие-то команды, кого вы считаете черным, или можете показать. Потому что я так и не понял с вашей речью, вы говорили про меня. На данный круг подзываю команду восемь-четыре, и подзываю второго, немного. Но проверку делал бы в пятого, скорее всего, игроком под номер 10. А восьмым, если бы я был на основном шерифе, вместо такой ситуации, я бы проверял бы, скорее всего, игроком под номер 6. Вроде, ну, просто я думаю, что девятый, если он красный, то он дойдет до того, что вы шериф, а если не будет твердить, то он черный. Поэтому у вас команда 9-10 найдена, допустим, на данный круг, и вам надо искать третьего. И у вас вверх? Да. Все игроки высказались. Выставлены на голосование для конвертуры, мы в суде. Любая же степуляция запрещена. Игроки номер 4 и 10. 4 и 10. Кто за то, чтобы игровой стол, так и он игрок под номером 4. Спасибо. А что такое? По двоечку копаете. А что так и единица осторожничать начал? Я просто не думаю, что он лично, вот в игру к нервозе, что он может быть красным. Мы вот, допустим, на договорке, там была игра, мы договорились, что ты проверя... Я называю эту проверку. Поэтому под 10-й, под 1-го, он спокойно могла это сделать по черному игроку. Это так. Я считаю просто 2-го красным. Но это лично я считаю его 2-го. Ну, а первый такой, знаете, второй... Поэтому, ну, короче, что вам еще добавить? 8, 2, для меня красные игроки. 8, 2, для меня красные игроки. Да, вот стреляется, 10-й, стреляется. Если она шериф, 10-й стреляется. Давайте проверим. Спасибо. Спасибо. Мы провожаем аплодисментами игрокам по номер 4, выведем ваще. Газпоробеска, ваша минута. Вас уверена. Фух, это 3-й фолл, господин Гроссов. Да нет, я черного нашла последнего. 5-й провели черный, нет. 4, 5, 8, тогда нормально. Короче, ладно, 8-й же точно не шериф. Дал отстрел, застрелил меня, 6-ая проверенная красная. Я просто думаю, ну, типа, что первый скорее красный, потому что он хотел поговорить именно с 8-м. Первый скорее красный, потому что хотел поговорить с 8-м. Третий, 3-4, вряд ли, вместе черные. Я 5-го считаю, ну, не таким уж черным игроком. Поэтому сейчас голосование будет между 2-9. Ну, сейчас 8-й, да, а потом... 10 секунд. Да, это самое, между 2-9. 6-я проверенная красная, она никуда не уйдет. Слушайте, снимите третьего, потом еще раз третьего, и мы проиграем, меня бесит. Отражаем аплодисменты для игрока под номером 10, и откроет этот курс господин хоккеист, ваше имя. Стравим на 6-е, это прекрасно, что вы сделали хоть какие-то эмоции. Играем в баланс. Четверка проверка ушла у десятки, правильно. Вы по восьмерке, проверка черная. В чем проблема? Что я неправильно говорю? Попробуйте мне объяснить. И что? Пссс, какого не может быть? Хорошо, десятка, ну, хорошо, два ушла. Но зачем? У нас сейчас какую-то информацию, потом будем еще думать. В чем проблема? Мы чем-то рискуем в такой ситуации? Нет. Чем? Ну, один черный ушел уже, правильно? Ну, так что, а так не может мафия сыграть так, или что? Ну, короче. Почему? Он даст еще какую-то информацию, назовет кого-то черным. Кто-то это поймет. Будет больше информации. Десять секунд. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер пять, вашим? Выставляю шесть, выставляю восемь. Восемь? Прилетно. Вот третий игрок получается красным. Третий игрок не может быть с восьмым, а сейчас он хочет выгонять шестую. А хотя, да, он не может быть с восьмым, а сейчас хочет выгонять шестую, значит, он красный. Правильно? Правильно. Значит, первая игрока. Первый игрок тоже, скорее, не с восьмым. Десятый оставляет, первый красный. Первый тоже, скорее всего, красный игрок. Восемь, девять. Команда может ли быть? Не психуйте, пожалуйста, господи. Я рассматриваю твою версию, я не говорю, что вы точно не шините. Десять секунд. А вы подозреваете, кто вас видит час? Девятый. Ну, как бы, послушаю. И у вас, в игре, мя. Игрок номер шесть в вашем. Мя нет слов. Дальше. В общем, значит, у игрока номер восемь тоже уже ушел черный игрок. Игрок номер десять, правильно? Значит, у него тоже не критика. А я проверенную красную у десятого игрока. И, скорее же, наш шрифт. Ну, восьмой показывает, если уставляется десятый игрок. Ну, как-то, наверное, это подозрительно, правильно? Или нет? Мне кажется, подозрительно. Слушай, как-то не очень. Ну, смотрите, для меня игрок номер девять в красный, потому что сработал восьмой игрока. Первый выставил восьмого игрока, он тоже красный. Вы выставили восьмого игрока. Ну, вы, конечно, наверное, можете так сделать. Я пока вас тоже трогать не хочу, у вас все-таки был какой-то ход. Между два-пять у меня получается. Но я думаю, что, типа, он бы не сорвала. Так, два-четыре жестко соведуя мафами. Это как-то прям слишком стопорно. Выбросил меня, когда я сорвала с два-четыре как-то через шут. Поэтому я думаю, что вы. И у вас ввери мафы. Господин, двадцать два, у вас три предупреждения. Вы можете выставить кандидатуру. Вы будете выставлять? Я выставляю игрока номер девять. Скажи. Я выставляю игрока номер шесть. А. Вы вроде девять показали. Принят. Он уже выставлен. Игрок номер девять, ваше мнение? Выставляю пять. Принят. Значит, смотрите. Я хочу, чтобы сейчас все красные игроки сняли пятого игрока. Значит, если вы предполагаете, что черная команда четыре, восемь, девять. Значит, после ухода четвертого игрока, если я сыграл уже против четыре и восемь. Восьмой на весь стол показывает. Стреляется десять. Чтобы стреляется десять. Значит, если черный восемь девять, он мне просто остучит. Десятую убьем и все. Он отсучит мне тихонько убить десятого игрока. И тогда десятая не будет думать, что есть кто-то игрок замазанный. То есть, игрок, который сыграл, например, первый или я, или там шестой, или второй, который был для всех игроков красным. За эту вашу мысль я просто хочу вас снять, потому что у вас лечей не было. Вы сказали, третий подозрительный, четвертый красный, девятый подозрительный. Сейчас, теперь сказали, третий получается красный, девятый, а может девятый быть с восьмым? Я не могу просто больше это слушать. Я хочу вас снять. Восьмой не шериф игры. Восьмой не шериф. Седьмой сказал, восьмой черный игрок. У восьмого черная команда шесть, девять, десять. Но я хочу снять шесть пятого игрока, он мне не мешает, я не могу просто... И господин артист, к вашему мнению. Вы хотите снять? Что здесь? Мне кажется, пятый покраснеет. Ну, команда четыре пятого. Шестой теряет второго будет, правильно? Какие-то команды должны сказать, что... Какие-то Цветакова считают шерифом. Я поставлю руку в пятого, считая его больше красным. Я поставлю руку в пятого, считая больше его красным. Восьмой проверит девятого, и будет у нас критика при пятерых. Шестую сейчас нельзя снимать. Десять секунд. Ты не тот вариант, где играет баланс. Не сейчас, по крайней мере. Я поставлю руку в пятую. Моей руки не хватит будет ни в пятого, поэтому... Господин Боровик, ваш вопрос. Ну, то не молчите. Просто считаете пятого красным, назовите меня черным. Сейчас все игроки повторили мою предыдущую речь. Отталкиваюсь от вашей позиции. Вы захотели поговорить с восьмым игроком на нулевой группу. Вы красный. Девятый первый на нее наехал, он красный. Десятый, я сказал, с противными шерифом, она красная. Третий ее выставил, она красная. Я собственно знаю, остались два игрока. Я сказал, между игрок номер шесть наехал на нулевой круг на пятого, пятый наехал на девятого. Я произвел претензии игроку номер пять. По-моему, больше очевидно не было вещей за словом сказано. А вы все не понимаете мою позицию. И вы тоже. Вам так нужна была моя речь. Вот понять, кто же... В какую команду я называю? Так, надо было выставить меня, сейчас проголосовать меня. Вы шесть пятого читаете красную. Шестую не хотите голосовать. И больше черных у вас нет. С девятым вы тоже играете. А гипотетически, когда седьмой игрок сказал, что между игроками с восьмого по десятый от одного до двух мафов, это была речь на нулевой круг игрока номер семь. Правильно же? Какие варианты еще? Я просто рассматриваю тоже. Вот видишь, вы тоже можете иметь право поставить руку на следующий круг за меня. Какие были варианты, там людям не разбежаться? Я знаю, за кого я буду голосовать, я не переживаю. Да. Все игроки высказались, мы переходим в суд. С этого момента любая жестикуляция запрещена, карается предупреждениями, будьте осторожны. Выставлена следующая кандидатура. Шесть, восемь, пять. Шесть, восемь, пять. Пожалуйста, определяться и голосовать. Кто за то, чтобы игровой столбакил на гроб под номером шесть? Спасибо. Два голоса. Кто за то, чтобы игровой столбакил на гроб под номером восемь? Спасибо. Один голос. Поставьте руки, кто голосует за игрока номер пять. Три голоса отходят за игрока номер пять. Господин Легаси, ваш голос. Вы доигрались. Восьмой точно шериф. Я признаюсь, я вместе с восьмым черный на следующий круг снимаете жестко шестого игрока. Жестко. Восьмой точно шериф. Шестого игрока. Я с восьмым черный снимаете шестого игрока. Вы неадекват. Вы неадекват. Фол. Иди погуляй. Не важно. Вы сняли пятого игрока. За что? Игрок номер пять. Вы заканчиваете свою речь. Покидайте игровую зону. В городе ночь. Утро. Утро было недобрым. Убитый игрок номер шесть. Ваша голова. Блин, мне очень сложно. Мне было легко определиться. А тут вообще я все неправильно сыграла по нулевке. Ну, точно в одном. Точно в один лицах ошиблась. И я не знаю. Девятый. Один девять красные. Я думаю, один девять игроки красные. Ну, по-любому. Между два-три последнего. Я не понимаю, игрок на три. Вам уже вроде все объяснили. Вроде киваете. Да, да. Все хорошо. Ок. Игрок. Ну, то есть, не знаю. Что и третьего, в принципе, выставить восьмого игрока. А потом будет аргумент, что типа он красный. Что и четвертый голосовал в третьего игрока. А, выставил в третьего игрока. Ну и да, он так на него наорал. Слушай, а мог... Слушай, а почему бы и нет? Типа, ты чего моего черного обижаешь? Вообще мы вместе черное. Какого ты выставляешь? Не знаю, наверное, если ты больше второй. Ну, как-то так. Мы так... Ну, классно, не важно. Думаю, один девять красный. И у вас время. Мы провожаем игрока под номером шесть. А откроет этот круг господин 22 с тремя предупреждениями. Будьте осторожны. Выставляю игрока номер восемь. Принято. Значит, мой совет МАФ. Значит, я бы... Непонятно, какое завещание будет. В чью сторону. Я бы сейчас сделал промах. Будет начинать игрок номер девять. Подозрительное там, например, какие-то игроки. Я бы сделал промах. Абсолютно непонятно, что, чем может отразиться. Поэтому МАФ должен поговорить хорошо. Я настоятельно рекомендую МАФ очень... Ну, короче, в общем, говорить. Шансы есть. И... Ну... Мое мнение, что мы бы... Ну, не было вариантов безострела десятого игрока. Поэтому... А при Попиле кто там, как, чего там, все может быть. Поэтому я бы не стрелял... Десять секунд. МАФ сам решает. Ну, я бы так. Потому что они могут еще сейчас позиции свои не сказать, что они реально думают. И у вас... А потом ее встать. И вообще... Да. Господин стран. Оставляю восемь. Я предлагаю вам игрокам, наверное, ничего не говорить, кого вы подозреваете сейчас. Я не буду высказывать свои подозрения. Значит, с пятым поводу того, кто неадекватный, мы обсудим это. Да. Значит, человек сказал девятый, подозрительный, третий, черный. Играю 4, красный. А потом рассказывать, кто неадекватный. Потому что его заголосовали. Речей у человека не было. Сказал девятый, подозрительный, третий, подозрительный. Чертый, красный. И потом что-то еще высказывать Я просто не понимаю Потом восьмой назначается стрел А он орет, восьмой шериф, точно Типа, хорошо, что мы его сняли Я не знаю, куда бы он проголосовал Я думаю, что он бы сыграл или против первого Или против меня, поэтому Хорошо, что, наверное, мы его сняли Все, выставляю восемь Кого считаете подозрительными, вы показали, вы молчите Спасибо Спасибо и вам Господин Арктист спрашивал Сложный в итоге Я долго подозревать Чуть-чуть Ну, хорошо Смотрим, что там будет дальше Человек-то уж город выиграл Поэтому может говорить Он вправе Хороший-то город Ладно, у меня есть свое мнение Если меня застрелят, я его скажу Кого больше считаю Чего? Но это интересная игра, реально Вот эта катка интереснее Которых я был Там, где я был красным Реально, надо подумать Я буду думать Четыре-восемь нашел Потому что четвертый Позащищал Мне четвертый не понравился А четвертый Да Боровик Ну, именно поэтому Все разрешено В дальнейшем развитии игры Я думаю Там из каких-то обид Оставших Из за столом Вы бы голосовали меня Хотя я не знаю Чем я мог вас задеть У меня аргументы против третьего Которые могу сейчас Полагать Это игрок номер четыре Выставил игрока номер восемь А номер три А на следующий круг Он доказывал, что третий Сыграл так пять-шестьев игр И все время красным делал это Это была позиция игрока четыре Относительно игрока номер три Относительно игрока номер девять Я тоже имею право вас подозревать То есть, по крайней мере Я все равно под ударом Я свою точку зрения имею прав Потому что, когда игрок Устоящийся в отстреле Игрок номер семь На нулевой круг Говорит, что между игроками С девятого по десятый С восьмого по десятый От одного до двух махов То легче всего Разойтись таким образом Вы первый С атаковал максимально Игрока номер восемь Даже не игрок номер десять А игрок номер девять Вы с атаковали его Поэтому, как минимум Для удобства позиции Вы могли так сделать И дальнейшим кругом Вы стали самым красным Но проблема в том Что вы сейчас Дорогу назвали красными Да И да Второй Фолл заслала После слова Демов Хоккеист Ваши То есть, вы уже Меня не оставляете шансов Вы со мной даже не общались Вы с ним общались С единицей Общались Со мной не общались Вы так просто сказали Что вы вот под третьего А на меня не смотрели Ну, мне это не понравилось Это не значит, что вы черные Я буду думать Вы все Как бы втроем Продавливали Полосование В пятерку Который по факту Оказался красными Я Ну, хотя бы У одного шерифа Я считаю Что Не смотря на то Что это не имело значения В каком там Могу быть Порядке Но Я считаю, что это правильно У меня Я, может быть Наеду На кого Меньше всего Подозревают Но То, что вы очень долго живете Игрок номер 9 Для меня это очень большое сомнение Ну, я просто Все игры, которые я с вами играл Вас отстреливали по нулю Ну, это мой Что? Ну, и что? 10 секунд Я говорю Я могу свои наблюдения сказать Вы долго живете За этим столом Вы обычно уходите Хотя речи плохие Были у двойки Но если единицы Я ничего не снимаю Потому что Он такой что-то неунят Мя Все игроки высказались Выставлена одна кандидатура На голосование Поэтому Сход сюда Предрешен Господин 22 Ваше мнение Мафии желаю Удачи И победы Мафия победит Спасибо Спасибо Мы провожаем аплодисментами Игрока под номером 8 И в городе Утро Утро было недобрым Убит игрок под номером 1 Господин артист Ваше мнение Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай Сделал бы я бы гутерпу дайки 9 Просто это было бы красиво по крайней мере разыграть восемь-девять посмотрите я четвертого подозревала тут вдруг восьмого начал подозревать девятый сразу топлива это сможем разойтись и подыграть под меня не знаю что будет потом только ну и единственно что 9 плохо сделал это попросил пятого проверку я просил пятого проверку красного по факту выходит красный пятый но я тоже пусть у него ладно давайте я ну я оставлю свое завещание я не люблю когда они оставляют завещание кого голосовать без обид без всяких обид я больше всего подозреваю второго уважаю как игрока но думаю что в этой игре скорее всего вы черный я пока дохожу до этого мнения третьего выставлял восьмого четвертый выставлял третьего не знаю поговорить послушать мы провожаем аплодисменты 2 значит если вам нужно я могу сказать кто из почему я игрок красный если вам это нужно да посмотрите если я черный игрок и черная команда 489 я сказал я думаю что красные какие-то эти 1367 и так все сыграли со вторым игроком я сыграю со вторым игроком и прошу проверку если я играю против игроков 458 я прошу проверку в красного среди игроков 458 пятого игрока 5 проверить за красным я стану баланс с четвертым игроком понятно да 5 проверить за красным шериф будет 5 будет играть точно против меня точно он абсолютно точно сыграть против меня и если он я я должен буду дать альтернативу я не смогу развернуться у игроков 1 2 3 6 7 то что ваш аргумент почему я не умираю умер седьмой игрок потом шериф игр и потом умерла красная проверка если бы вы молчали например если выиграл красный на прошлый круг сказали что возможно умер я не первый игрок но то что вы озвучили я не знаю как это интерпретировать возможно это больше по красному я выставлю старая 2 весело 2 игрока для у вас меня извещание 1 я думаю тоже игрок номер два ваши эти не складываются с вами играть ни одной игры там где мы понимали были давали какие-то адекватные цена друг другу мы не сыграли ни на этом турне и ни на предыдущем значит аргументом не может быть о том что пятый игрок и давал на проверку он оказался красным мы можем только достать по счету на тот момент так складывались взаимоотношения между игроками что все искали черными игроками 56 мало того это сами сделали гроб номер пять игрок номер шесть на другого черными я не буду повторять свою речь несколько кругов у вас аргумент не были плохие речи все круги вы соглашались своими вещами мало того вы занимали мою позицию относительно других игроков вы с нами расходиться только когда проголосовали не в игрок номер пять а в кого-то другого вместе с игроком номер восемь я исход уже там для себя и выставляю конъюнтуру игрока внутри исход я так поняла предрешен для вас обоих вы будете голосовать меня то есть я сейчас на самом деле мячу бисер это бессмысленный процесс но тем не менее вот там есть камера на которой я имею право сказать свою точку зрения я свою точку здесь там на предыдущий круг четвертый игрок выставил вас когда выставили герпа мне восемь она следующий сказал что вы как красный делаете это после вас не оказались чем для господин хоккеист ваш брак но при не оставляйте мне двойку шансов аргумент почему не красный надо объяснять или не надо вам я просил проверку между 29 и десятки когда вы просили проверку пятерки потому что для меня внутренне казалось что здесь я объясню почему бы что мне казалось что вы должны были бы отстреливаться и для меня паранойя потому что вы считает сильным игроком и точно так же я отношусь игроку номер два я боялся что он сидит красиво замазанный потому что здесь рисовалась другая команда без двойки мне бы это было давало шанс я просили же 2 9 и это бы моментально в корне поменяла бы игру проверка шестерки по факту была в пустую вы это понимаете ну 8 не еще раз говорю проверка шестерки да но я просил между 29 понимаете проверку я переживал что здесь реально может быть черная на том кругу 10 секунд я понимаю что я говорю но я красный игрок я я голосую игрока номер два я уже для себя принял все игроки высказались мы переходим в суд выставлены три кандидатуры под номер 2 и 9 именно в любом порядке мы будем голосовывать 2 3 и 9 кто за то чтобы игровой стол тыкнул игрок под номером 2 спасибо победа марши Продолжение следует... Продолжение следует...